Принц ...заявляли, что графен заменит кремниевую электронику. Поэтому я начну как раз с этой проблемы. Я еще упомяну, что я влюблен в двумерные системы, в монослои. Дело в том, что мы еще за 7 лет до графеновой эры сумели оценить и оценили монослои, арсенинда Галлия, арсенинда Индия, кремния с толщинами 5, крем с кремом. Но единственная проблема была, что не было достаточной проводимости, не было еще хороших узкозонных полупроводников, сейчас они появляются. Но я приступаю к теме. Возвращаясь к восторженным отзывам о графене, хочу сказать, что это всегда бывает с новыми материалами. Как только появляется новый материал, значит, появляется ожидание революционных свойств, что этот материал заменит все и сделает революцию. Значит, пик завышенных ожиданий заканчивается, люди начинают разбираться в ситуации, появляются недостатки, какие-то разочарования, потом начинается преодоление этих недостатков, и только потом начинается производство приборов и так далее. С моей точки зрения графен находится где-то здесь, в некоторых областях он уже шагнул в производстве, там в сенсорных областях. Ну а так, пока еще до производства не дошло дело, из-за того, что материал недостаточно качественный. Представляете, такая ситуация была в свое время с органическими, с полпроводниками, когда считали, что она заменит микролитронику, но тем не менее, она нашла очень большую область, оптоэлектронику, систему изображения. Точно так же, я уверен, что и графен уже нашел и найдет еще новые области, но не везде, по крайней мере, ни в цифровых устройствах, и ни в логических элементах кремниевой электроники. Чтобы понять эту проблему, я начну вот исторически, поскольку я из института физики был прудников, вот здесь показано, что за 50 лет произошло в нашей жизни, и что связано с кремниевой электроники. Первый транзистор, который был сделан в середине прошлого века, был очень некрасивый, был больших размеров, и стоил 10 долларов. А вот потрясающая для меня информация была, что в настоящее время до каждого жителя Земли приходится в среднем миллиард транзисторов, и в сумме они стоят те же 10 долларов. Вот видно, как все это развивалось, начиналось, здесь написано, сколько элементов на чипе, сейчас уже их миллиард на чипе, и любая флешка, в принципе, содержит несколько миллиардных элементов работающих, то вот это кремниевая электроника. Но главное достоинство кремниевой электроники, то, что она одновременно может на одной шайбе сделать триллион транзисторов, и все они работают. Если бы кто-то захотел проверить качество этих транзисторов, жизни не хватило бы, потому что это триллион, это огромная цифра. Сейчас уже кремниевая электроника вышла на большие размеры подложек, 450 миллиметров в диаметре. Все это делается одновременно, параллельным методом, поэтому то ли делать один транзистор, то ли триллион почти одно и то же время. И поэтому цена такая маленькая. Ну, это вы все знаете, значит, это просто кремниевый транзистор, это на аморфных, более дешевых материалах и политкристолистике сделано. А вот здесь вот эти новые материалы, углеродные трубки, когда они так вот стоят, нерешительно. Дело в том, что если рассматривать электронику, то понятно, что в ближайшие несколько десятилетий электронные трубки никак не приблизятся к кремниевой электронике, потому что это будет означать, что на одной шайбе будет триллион трубочек, одинаковых абсолютно, расположенных в точно заданном месте, с которым потом можно работать. Но кремния гораздо более выгодным материалом, потому что вся технология, и это огромные деньги, которые были выложены в кремниевую долину, она работает на графене. Причем деньги такие, что другие страны не могут себе позволить повторить этот эффект, это явление. Теперь прихожу непосредственно к графену. Значит, я просто очень кратко перечислю свойства, важные для приборных применений. Это высокая подвижность. Причем, обратите внимание, почти везде графен превосходит кремниев в сотни раз по параметрам. Высокоподвижность 200 тысяч кремниев всего там. Несколько тысяч сверхбыступек, секундные процессы. Возможно, вводить прибор в датергерцовой области. Возможно, быстро управлять положение гурниферене. Это самое замечательное свойство графена, поскольку она позволяет моделировать свойства графена, что практически отсутствует в кремнии и других полупровниках. Уникальная электронная структура. Линейная диаспирка вблизи точки дирека. Широкий оптический дипозон. В результате широкий оптический дипозон. Я поясню позже. Почти динамовая масса носителей заряда. Огромная скорость, которая стоит 300 раз меньше, чем скорость света. Дипозон от видимого до инфракрасного отлучения. Поглощение 2%. Оно тоже выше, чем поглощение в артингегале. Почти 100 раз. Высокий модрый юнг и так далее. Еще важно для электронных применений. Вот эти свойства. Высокая проводимость и плотность струка возможно до 10,9 амперов сантиметров перед тем, как наступит разрушение. Устойчивость электромиграции. Дело в том, что при переходе к наноэлектронику элементы становятся маленькие. И электрические поля очень возрастают. И даже полупроводники, а особенно металлы, они в электрическом поле мигрируют. Атомы мигрируют. В графине очень хорошая связь между атомами. И здесь он выгодно отличается. Также тем же приблизительно свойствами выгодными отличаются и графиноподобные двумерные структуры. Я не буду нанести, но много останавливается. Ну и сейчас, какой исходный материал. Графиновые слои толщиной 3, 3, 3 или несколько монослоев, которые сейчас получают большими площадями, это поликристаллы. Отсюда некоторые проблемы. Промышленность, конечно, будет ждать монокристаллического графена. К настоящему времени есть его две группы в мире, которые могут выращивать монокристаллический графен в площадь 1 сантиметра квадрата. У нас это еще пока не получилось, но мы к этому и идем. Ну а теперь непосредственно о физике и о приборах. Вот, гляньте туда. Это металл, это полупроводник. Полупроводник отвечает за тем, что он имеет запрещенную зону. То есть, фалентная зона, зону проводимости отвечает. Значит, это гена. Большинный амбетичный удар обзором. Бывает электрон, бывает больше, бывает меньше. И это означает, что если вы освещаете полупроводник светом с энергией меньше, чем зазор, то свет проходчик из него никак не вызывает каких-то изменений в полупроводнике. В графене все совсем по-другому. Вот это в кадр станции энергия К, значит, два конуса, которые соединены друг с другом. Нет никакого зазора. Это означает, что любой энергии фотон, вот в таком случае, когда униферме находится вблизи точки Гирека, вызвает электронный переход. Это означает, что это широкозонный фотопроводник. Это означает, что можно работать с излучением от терагерцов до ультрафиолета. Вторая возможность, конечно, варьировать униферме в графене. От этого свойства. Дело в том, что если униферме находится в этом положении, то уже свет с малой энергией не будет вызвать какие-то переходы, поскольку здесь все занято по принципу управления. Такие переходы невозможно. Только вот эти большие энергии осуществят переход. Ну и так далее. Я могу сказать следующее, что два года назад меня попросили сделать маленький обзор по графеным приборам. И когда я делал вот этот доклад, я вдруг обнаружил эти листочки. Был подтвержден тем, что за два года произошли просто революционные изменения в области приборов. Ну, например, первый фотоприемник графеновый, он имел чувствительность в тысячи раз хуже, чем средний фотоприемник полупровниковый. Прошло два года, и ситуация сравнялась. В настоящее время графеновые фотоприемники сравнимы по чувствительности с полупровниковыми, а в некоторых параметрах гораздо выше. Значит, причем используются разные фотоприемники. Начиная использоваться эффект шарван-тайки, термолепик, филометрические эффекты, и переход возник после того, как стали принять не просто графен, а гетероструктуры или сложные структурно-графен под квантовой точки. Население достигало 10,8 мая. С моим восьмой чувствительность гигантская есть 8 ампер на ватт, а при низкой температуре 10,10 ампер на ватт. Ну, трудно было представить себе два года назад, что это произойдет. Ну, вот я здесь поясняю, как это было сделано. Просто два графена разделили барьером. Если мы в одном графене возбуждаем носители заряда, электроны переходят в соседний графен, туннелируют, а дырки из этого переходят сюда. Таким образом происходит разделение электронных дырочных пар, и нет, это быстро, есть минус 13 секунд рекомбинации в графене. И сразу же чувствительность возрастает. Второй эффект, когда на графен поместили квантовые точки, то возбужденные носители заряда или с квантовых точек, или на гроз графена задерживаются на этих квантовых точках, живут очень долго, а в это время электронная графена не работает, многократно проходит этот путь, и получается усиление сигнала значительное. Другой момент, когда на поверхность графена помещали лихотические вещества типа ВИСМО-2, ТОР-3, это топологический адрес, главное то, что он имеет ширину запеченную зону, и точно так же, обмен носителями вызывал задержку рекомбинации, вызывал существенное улучшение чувствительности. Существует огромное количество приборов, интегрированных с кремнием и волноводным. Понравилась экзотика, для меня была неожиданная экзотика, это работа тоже 2015 года, я все равно приводил работу 2014-2015 года. Если сделать графеноконтакт подвешенному графену, пропускать ток, то центральная область разогревается до 3000 градусов Цельсия. Эти области, которые прилегают к металлическим контактам, где существует теплоотвод, и они более холодные, центральная область начинает светиться, это, как мы так называем, графенная лампочка, ну и вот даже большого вакуума не нужно для этого, и все работает, может, это тоже найдет свое применение. Теперь перехожу к последней теме, которая, мне кажется, чрезвычайно важна для графена, и это не только мое мнение, это мнение многих людей, которые написали обзоры в этой области, это графеновая наноплазмоника. Ну, очень, у меня есть еще время, поэтому я остановлюсь. Вот здесь вот наноэлектроника, это частота рабочая и размеры элементов. Все хорошо в наноэлектронике, но всякие там емкостные связи, всякие прозитные элементы, все они сдерживают работу, скорость работы наноэлектронных приборов. Вот фотоника – это идеал. Фотон очень быстро перемещается, никаких для них препятствий нет. Значит, должен сказать, что сейчас сделан первый процессор в Соединенных Штатах, который позволяет за 20 секунд передать информацию, которая содержится в крупных библиотеках Соединенных Штатах. Он работает со скоростью порядка терабинбит, несколько терабинтов в секунду. Но это опытный образец. Но главное, чтобы… Я уверен, что там тоже есть плазмоны. Но я не знаю, поскольку здесь много тем, как два слова скажу, что если у вас, вот слушаясь в одном примере, следующем, если у вас есть частица металлическая с огромным количеством электронов, и есть электрическое поле, которое так действует, то понятно, что при какой-то частоте электронное начнёт следить из-за изменения электрического поля и будет попеременно образовываться депорт. Плюс-минус, здесь минус, здесь и наоборот. Есть такая резонансная частота, тогда имеется усиление этих колебаний, и тогда это частица может рассеять, излучать и так далее. Вот этот процесс называется локализованным плазмонным резонансом. Так вот, графен, это замечательно выгодно, отличается от любых там полупрунниковых материалов, тем, что локализация, длина волны, ну, это вот локализован, но сейчас возвращусь сюда, но в действительности есть плазмон-полиэлектрон, когда вот эти колебания электронные в металле в том, что это не происходит в том, что это не происходит с экстремагнитной волной и распространяется на грейс раздела диэлектрик-металл. Так вот, длина волны плазмонов в графене может быть в 300-1000 раз меньше, чем длина волны в вакууме. А это означает, что тот недостаток фотоники, большая длина волны фотонов, большой размер фотонов исчезает, и мы переходим в область как бы нано-фотоники с очень малыми размерами волны, и, соответственно, с выигрышными возможностями управления и минимум киоризации. Здесь показано, что графен может поддерживать плазмонные резонансы, и в ИК области, ну, в этой области, вот, в ИК длина волны плазмонов поверхностных сто раз меньше, чем длина волны света, но это тоже очень хорошо. Главное преимущество еще графена в том, что можно управлять концентрацией, проводимостью графена простым приложением электростатического поля. Так, когда концентрация достигает 10-13 см квадратный, это идеальный плазмонный материал, и в ближайшее время мы увидим эти результаты. Вот здесь показан эзотический слайд, установленный, что локализованный плазмон, то, о чем я говорил немножко раньше, графене достигает атомарных размеров, что, ну, трудно было себе представить, перед тем, как увидеть этот результат, я даже не представлял, что такое возможно. Ну, место графена уже одно известно, это гибкая электроника, это гибкая электроника, особенно в медицине, там все это быстро развивается, и для этой задачи нет необходимости добиваться создания чистого монокристаллического графена, достаточно вот этот поликристаллический графен, и все уже хорошо работает, и развивается. гибкая электроника также начинает внедраться в мозги, скажем так, значит, сделан уже сенсор, это золотые электроды, а здесь внутри графен, который можно внедрять в клетки, и так далее, и довольно стабильный результат получается. Сделана более сложная структура, содержащая много-много слоев ядерной структуры, которая также прекрасно работает. Ну, а поскольку у меня еще остается время, я просто коротко закончу нашими результатами, это у нас, значит, в лаборатории мы работаем и с литографией, и с выращиванием графена. Вот здесь вот пример того, что мы сделали массивы графеновых таких капсул, и рассчитали, как будет себя вести ядероструктура полупроводника графена. Дело в том, что полупроводник мы можем и сворачивать, и делать из него наноспиральки, нанотрубки, и так далее. Если сделать такую пару, то мы сразу же переходим от плоского графена к трехмерному, который тоже в некоторых случаях нужен. Ну, здесь заканчиваю тем, что пять лет назад мы пробовали делать полевые эмиттеры, добились однородности, но был один эксперимент очень локальный, который показывал, что довольно хорошие результаты можно получить на этих иглах, которые помещены или на металл, или на полупроводник, есть упругое, приподнятые над поверхностью. Поскольку эти иглы сделаны с помощью точной литографии, то мы получаем точные массивы этих миттеров. вот здесь сделаны литографии без слоя, и дальше вот эти иголочки поднялись. Но я, к сожалению, эту работу прекратил и пытался найти какие-то проекты или вообще пытался понять, нужны ли же какие полевые эмиттеры для промышленности, для применений. Ну, к сожалению, не нашел такого. Значит, поскольку дисплеи и мониторы сейчас на жидких кристаллах, и я думаю, что это имеет применение, ну, в каких-то военных, наверное, областях. Ну, спасибо за внимание. Графсиевно открывает новые возможности в электронике, в оптике, в других областях. Главное, за его качеством. Как качество кремния, ну, недостижима для графена в ближайшие там 25 лет. У кремния на 10-12 атомов всего одна примесь или всего один точный дефект. Может быть. Здесь это означает, что на квадратные сантиметры графена всего один дефект или одна примесь. Ну, до этого еще далеко. Ну, если посмотреть историю, когда-то кремния тоже был очень грязный и на нем могли сделать только очень большие транзисторы, а теперь на такой же площади делает миллиарды транзисторов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ